Всем беременным девушкам советуют очень много есть полевой кислоты, но не всем рассказывают, что если беременная девушка будет есть хотя бы одну-две картофельные в день, весь запас полевой кислоты у нее будет и не нужно пить никакие витамины синтетические. Конечно, нужно учиться разбираться в сортах картофеля, потому что не все блюда можно приготовить из любой картошки. Конечно, вы можете сказать, что ой, я беру любую, у меня драненький супер, наверное, вы просто очень хорошая хозяйка, но все равно желательно готовить из не крахмалистой картошки только отварной картофель, из крахмалистой делать пюре и жарить тоже картошку более крахмалистую. Да, конечно, жареная картошка очень бредна только из-за того, что огромное количество масла она впитывает в себя, но у нас так много блюд наших славянских, которые абсолютно не жареные, картошку у нас запекают, трут, делают те же драки, которые не так жирны, как просто жареная картошка, есть клетки, тоже отварная картошка, то есть огромное количество возможностей. Помните еще то, что картофель это низкокалорийный продукт, 100 грамм картофеля всего лишь 70 калорий, по сравнению с пшеничной мукой в картошке меньше калорий в 5 раз, поэтому если вы будете даже в выпечку добавлять вместо муки картофельное пюре, вы снизите свою калорийность и увеличите свое здоровье. Чем меньше крахмала, тем меньше калорий, соответственно, у молодой картошки очень мало калорий. Это реально полезный продукт.